Открытая студия Рад вас приветствовать, уже предвкушая приятную интересную беседу, тема более чем актуальная. Я ее обозначу через пару мгновений, но пока что сообщу координаты нашим слушателям и зрителям, каким образом с нами можно связаться на случай, если у них возникнет такое желание. Я с удовольствием напомню, что Открытая студия выходит в прямом эфире. Значит, именно сейчас у вас появится возможность задать вопрос нашему гостю или поделиться своим комментарием на тему, которая будет обозначена несколькими способами. Телефон студии 99-45-45 для звонков в прямой эфир. Ну а наши интернет-мессенджеры, телеграм, вайбер и ватсап привязаны к номеру плюс семь девятьсот двадцать один семьсот восемь двадцать ноль шесть. Пообщаемся мы на тему подготовки мурманских школ к новому учебному году, который уже вот-вот, уже не за горами и где-то даже нотка грусти, наверное, пролетает у тех, кто этим летом не успел выбраться, скажем так, за пределы города и так и не ощутил лето. Вроде как мы из осени вышли в осень и вот уже осень настает. Но, правда, сентябрь отличается тем, что в нем все еще присутствует такая волшебная атмосфера, когда наблюдаешь, как десятки, сотни, тысячи отдохнувших, очень надеюсь, что отдохнувших детишек возвращаются в родные школы или поступают в школы впервые, открывают для себя какой-то новый мир и что-то, наверное, действительно сказочное витает в воздухе. Разве что суета и паника, легкая паника в глазах родителей выдает на том, что сентябрь – это напряженное время года. Собственно говоря, для начала хотелось бы узнать, сколько юных мурманчан в этом году пойдут в первый класс. Ну, я хочу сказать, что по городу Мурманску это будет примерно так же, как и в прошлом году, чуть больше трех тысяч. Цифры такие же, как и в прошлом году. Вы знаете, нас часто пугают во многих СМИ и просто, скажем так, кривотолки разговоры в кулуарах различных коллективов о том, что из города идет очень большой отток, и, в принципе, мы его, конечно, наблюдаем, но, скажем так, по студентам, окончившим школу. Вот касательно… У нас не возникает такой демографической ямы для первоклассников? Вы знаете, в этом году однозначно нет, я бы сказала, даже больше. За годы работы в школе в этой более 30-35 лет я работаю впервые, мы берем четыре первых класса. Не три, а четыре. Были годы, когда один, брали два, ну, три стандартно. И очень много прибывших детей, и не только из области, а много из других регионов переехали. Переехали во все районы, поэтому не будет. И если точно быть, мы же не можем, на сегодня еще не приняли первоклассников, все только идет прием, да. Но уже сейчас на несколько человек, по сравнению с 1 сентября прошлого года, уже больше сегодняшние цифры, которые пока определились в городе. Ну, для начала я вас хочу поздравить с юбилеем. Все-таки 35 лет, круглая дата. А скажите, четыре первых класса, давно такого не случалось на вашей памяти? Ну, в этой школе, где я работаю, не было, вот за все время работы не было. Три класса и все. Дело в том, что мы ведь планируем, и мы в этом году планировали три класса. Но так сложилось, что и школы рядом переполнены, и наша переполнена. И вот эти дети живут в этом микрорайоне просто. Может, если бы они жили в другом микрорайоне, первоклассникам было бы удобнее туда идти. Ну, вот пришлось нам взять еще один класс. А есть какая-то информация, может быть, такая легкая статистика между собой проходит? С каких именно регионов к нам вдруг приезжает в город? Просто все было вполне очевидно десятки лет назад, когда мы, скажем так, строили город с нуля. Это была портовая столица, плюс военная промышленность там. И связанные с ними структуры активно процветали, скажем так, набирали обороты. И наращивая темп, люди со всей России стекались на крайний север по ряду причин, в том числе и полярки. Ну, мы все понимаем, там экономические условия располагали. Сейчас даже сложно, не погружаясь в тематику, сказать о черте рукой. Ну, не знаю, потому что. И приезжает, приезжает, приезжает. Любопытно, с каких регионов потянуло все-таки в Мурманск? С такой статистики ее не ведется, хотя, наверное, где-то стат. отчетность такую мы же сдаем, мы же все подписываем, кто откуда приезжает, наверное, где-то она наблюдается. Но вот по нашей школе были годы и в 90-е, и чуть позже, когда, например, с Украины массово ехали. Были годы, когда с Крыма приезжали. Это в основном военные, которые там оставляют жилье, а сюда приезжают. Ну, их делегируют сюда и вместе с семьей приезжают. Да, да. Вот. Были такие годы, когда вот прям массово только средняя полоса, потому что там все-таки ниже немножечко уровень был, наверное, когда-то жизни. Они, скажем так, за деньгами ехали сюда. Но вот сейчас настолько широкий, так сказать, реал приезда. Из Дальнего Востока приезжают, и из Подмосковья приезжают, из Украины приезжают. Вот просто отовсюду. И из Республик Закавказья просто. И с Воркуты, то есть с Коми СССР. Вот абсолютно, вот в нашу школу я имею в виду. Абсолютно сразу. Вот, друзья, лишний вам повод задуматься на тему того, пора ли покидать город. Как видите, показывает практика, приток только идет. Причем стремительными темпами, очевидно, набирает обороты. Но если мы говорили уже о том, что дети вернутся отдохнувшими, на что мы искренне надеемся, вообще о том, что их ждет 1 сентября, какие новшества и так далее, об этом мы с вами поговорим чуточку позже. Пока застрим внимание на первом аспекте, на взрослых, на которые весь летний период, скорее всего, активно работали. И в том числе это касается работ по благоустройству школ, по их подготовке. Сколько нам известно, с 8 августа в Мурманске началась приемка школ, так называемая. Общеобразовательные школы, детских садов, дошкольных образовательных, да, с 8 августа, а до дополнительного образования учреждения, с 5 августа уже начали принимать их, по 19 августа. И принимают специалисты, очень большая комиссия квалифицированная, просто профессионалы. Это специалисты хозяйственной эксплуатационной конторы, это главные инженеры, специалисты теплотехники, энергетики, специалисты по охране труда детей, специалисты, не знаю, всех-всех-всех разных, дошкольного образования, школьного образования, воспитания детей, отдела воспитания детей, оздоровления. То есть вот все совершенно, они приходят и все проверяют комплексную безопасность в школе. То есть вот, скажем так, по-простому, чтобы было понятно, вот завтра, по идее, если бы дети пришли в школу, все должно быть готово. Вот у нас так они приходят, должны быть завтра дети садиться в школу. То есть это не такая комиссия для галочки, как, знаете, бывает, там, пришли, посмотрели, дверь не скрипит, все, пойдем дальше. Прямо это суровое испытание для школ. Это очень суровое испытание, это хорошая суровость, она мне всегда нравится, всегда она была суровая, всегда. И вы знаете, всегда люди, и технический персонал, и учителя, и даже родители помогают. У нас в этом году родительница просто пришла и говорит, вы знаете, я никуда не уезжаю, свободно я в отпуске, давайте я помогу покрасить, просто сама приходит, это очень приятно. Потому что у нее дети тут учатся, и она хочет тоже принимать участие. Безусловно. И вы знаете, что эта комиссия, и мне нравится это, потому что мы настолько себя, вы знаете, вот так вот подгоняем где-то, мы активизируем себя, четче начинаем работать, и каждый свой участок проверяет в школе. Поэтому мне нравится это, и я считаю, это правильно, очень строго. Можно провести такую спортивно-бытовую аналогию, когда человек занимается оздоровлением самостоятельно, или когда он знает, что над ним стоит суровый тренер, который его сильно наругает. И так, и так, вроде бы занимаешься здоровьем, но как-то мотивации больше, когда большой дядька над тобой кричит, что ты делаешь все неправильно или не успеваешь сделать подход в срок, скажем так. Но в нашей ситуации, извините, специалисты приходят, которые иногда мы можем чего-то не заметить, не потому что мы не хотели сделать или не сделали, даже не успели, а просто мы этого не заметили у себя. А они профессиональным взглядом сразу говорят, ребята, тут опасно. А можете вот как-нибудь по верхам, может быть, рассказать этапы приемки, то есть как это происходит? Большая комиссия специалистов по разного рода деятельности, школьной безопасности, они приходят в здание, тут все понятно. А тут мы их встречаем, а тут мы их встречаем. Ну хлеб, соль, карава, это понятно. Нет, поскольку это все очень насыщенно, они за один день рабочие должны порядка пяти образовательных учреждений принять, это очень серьезно. И за этот час или полтора, или два, если они находятся сколько в школе, здание огромное, четыре этажа, там буквой Н оно, надо пройти по всему. Подвальные повещения проверить, теплоцентр проверить, откуда тепло. Дальше они проверяют все кабинеты повышенной опасности, и вообще все кабинеты проходят. Столовую, актовый зал, везде, где дети находятся, особое внимание кабинетам санитарно-гигиенического бытового назначения, то есть душевые, санузлы. Вот все-все, спортплощадка, для территории отдельное место. Конечно, они иногда приходят разные комиссии по разному количеству, от 8 до 12 человек бывает. И делятся. Эти специалисты пошли территорию всю школу проверять, чтобы нигде ничего не торчало, и детям было не опасно гулять. Кто-то пошел в подвал электронику проверять, кто-то пошел в столовую, кабинеты химии, физики, биологию. То есть расходятся, и мы своих представителей школы направляем, потом соединяемся, проверяем наши бумаги, высказываем замечания, смотрим. Нам, конечно, высказывать, если какие-то есть. И если мы в состоянии сейчас что-то исправить или поправить, или сказать, то это принимается внимание. Если нет, то не принимают. Бывают такие случаи. Скажите, пожалуйста, а если хоть по какому-то пункту, по мнению комиссии, школа не соответствует требованиям, что бы в этом случае происходило? Вы знаете, вообще, чтобы не соответствовало, такого не бывает, потому что регулярно нас инспектируют различные службы в течение года, каждый год инспектируют. То есть такие, чтобы совсем не соответствовали или нет. Может быть, временно что-то, что-то не успели получить мебель, не успели там что-то доделать, проверку, какой-то не успели анализ воды, пробы, к примеру, я говорю, что-то сделать. То, конечно, дается время 2-3 дня, и повторное может быть. Ну просто, чтобы понимать, скажем так, грубо буду говорить, уровень власти этой комиссии. То есть теоретически, если им что-то капитально не нравится, вот какой-то пункт они не просто дают рекомендацию, а прямо говорят, это критичная точка пересечения. По идее, не должна приниматься школа. Если это критично, да, могут, конечно. То есть ее могут, ну чисто в теории, школу могут не принять. Нет, ее могут и не только не в теории, просто у нас таких случаев за мою жизнь не было, потому что все школы в течение года очень много раз проверяются, и они все равно все в целом, в массе, они все соответствуют. Только штрихи какие-то. Ну это говорит уже, собственно, об ответственности тех, кто за школу отвечает, это большой плюс, это хорошо, потому как вполне логично, что если даже отбросить всяческую философию, вроде «Дети, цветы жизни», ну да, и прочие художественные метафоры, безусловно, нет ничего важнее для и родителей, в первую очередь для родителей, осознавать, насколько безопасно и соответствует всем стандартам школа, в которой находится его ребенок. Потому как именно там он будет проводить, в общем-то, подавляющее большинство времени своей жизни там до следующего лета. И для нас это тоже очень важно. Я всегда себе говорю, родитель привел ребенка в школу, он отдал мне его живым и здоровым, и я таким же должна отдать его. И поэтому я абсолютно за все отвечаю, не только за знания, может быть, это вообще второстепенно, а за его жизнь и здоровье. И я хочу сказать, что если бывают такие моменты, если вот вы стали говорить, что все-таки, а вдруг, а вот там что-то не соответствует, конечно, у нас есть моменты, которые хотелось бы, чтобы было лучше в школах. Но это связано только с недостатком финансирования, понимаете. Сделать новые поручни в школе, чтобы с первого по четвертый были уже там это такие вот хорошие перила и все на свете. Там еще что-то усовершенствовать, еще улучшить, на площадке новые тренажеры поставить. Оно все делается, все это есть. Но хочется же лучше, денег не хватает, конечно. Поэтому если какие-то вещи только в основном с этим связаны. Я понимаю, в любом случае за последние годы ситуация очень даже неплохо исправилась. То ли аккумулировались власть имущие, то ли как-то школу начали распределять финансирование должным образом. Я помню прекрасно свои школьные годы, когда мы во время ускоренной ходьбы по лесенке, ты мог случайно снять подошву и ступеньку. Я имею в виду не верхнее покрытие кармическое, а прям ступеньку. И это там были знаменитые ступеньки, которые ты просто знаешь, что через них нужно перескакивать. Всегда видишь новичка, который пришел в школу, видимо, первый раз, потому что он ее снял ногой. Сейчас-то такого в школах, конечно же, нет. Мы как раз в школе в этом году делаем крыльцо, ступени новые, так что прямо в тему. Пожалуйста. Кстати, говоря по поводу крыльца, по поводу облицовки, я так понимаю, что внешнему ремонту за летний период также подверглось учебное учреждение? В любой школе есть соответствующий план. План в комитете по образованию. Он составляется за год практически. Он вообще есть на 5 лет бывали у нас планы. То есть вот это все распределяется, какие окна, когда, в каком году, сколько финансов будет выделяться. Больше выделяется или меньше финансов, каждый год носятся поправки. Потом возникают предписания соответствующих органов. Может быть, один вид работы заменится на другой, потому что что-то экстренное надо заменить. Я вынужден вас немножечко перебить на тему того, какие работы были проведены и кто в этих работах помогал. Вы уже сами легонько затронули и родителей, и учеников. Мы пообщаемся уже во второй половине программы, так как первая потихонечку подходит к концу. У нас осталось буквально несколько секунд до выхода на рекламу. Я напомню с удовольствием, кто сегодня у нас в гостях и о чем мы общаемся. Это директор школы номер 5 депутата совета депутатов города Мурманск Ирина Акидинова-Ускова. Общаемся мы на тему подготовки мурманских школ к новому учебному году, который вот-вот едва наступит. Сразу же после возвращения я напомню координаты, как с нами можно связаться. А пока лишь порекомендую не переключать FM-волну и свой телеканал. Буквально через полторы минуты мы с удовольствием вернемся к вам вновь.